всем привет сегодня буду шить комплект из трикотажа самыми минимальными затратами что понадобится ну кусочек трикотажа есть в любом магазине тканей желательно конечно содержанием лайкры бейка трикотажная у меня на двухсторонние но я шью обычно все на матовую сторону вот эта бейка очень хорошего качества на при стирке не деформируются регуляторы но обычно магазине они где-то по 4 рубля стоят штучка то есть это 4 этот 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 выкройка бесплатная то есть самыми наименьшими потерями сейчас сошьем очень красивый комплект смотрите сейчас раскладываю ткань для того чтобы покроить детальки обязательно если на вас с рисунком учитывайте направление но здесь у меня вверх и вниз направление рисуночка поэтому я могу кроить детальки и в этом направлении в этом то есть вот кустик вот кустик еще такой момент если вдруг у вас закручиваются края бывает трикотаж прям очень сильно крутится невозможно покроите его совсем мало я использую вот такой вот спрей крахмал но его редко использую но бывает такое трикотаж что хочется прям сэкономить и не обрезать лишнего в момент косметики покупала что очень там недорого рублей 100 стоил дальше что обязательно краем по направлению кромки то есть если у нас кромка идет так столбики у нас плетенные трикотажа тоже идут вертикально соответственно все детали мы кладем в этом направлении и никак иначе разворачивать не желательно так как деталь после стирки может деформироваться сейчас покроим и будем уже собирать смотрите как у меня раскладка топа получилось то есть эту часть я разложила в эту сторону спинку я развернула так как у меня рисунок не соблюдается до направлении рисунка поэтому так припуски нам нужны будут на топе только боковые здесь они уже учтены выкраиваем и дальше трусики еще положим выкроем для более экономности смотрите как трусики положила эта спинка для того чтобы эту часть не обрезать просто перекантовала подогнала и все но дальше перед перед трусиков для экономности тоже разложила в другом направлении то есть не вот так они у меня должны быть то есть я должна здесь еще больше завернуть вот здесь перекантовала то же самое так разложила ну и нам останется выстроить там ластовицы перед выкроем теперь вот на ластовице у нас остался такой вот кусочек как раз мы сейчас его используем ластовица будет у нас открытой в этих трусиков все детальки у нас готовы перед ластовица спинка трусиков топ перед спинка по расходу самое у нас была широкая часть высокая перед в общем 40 сантиметров у нас вышло на комплект и здесь еще остаток еще на один комплект так как вот сгиб от рикотажа а он шириной метр восемьдесят то есть еще на такой же комплект хватит и небольшой кусочек останется но сейчас же будем собирать тогда настроила оверлок под нижнее белье вот такая вот частая строчка должна получиться на этом покажу это я шила в один слой чтобы ластовицу обработать попробовала как идет вообще на производстве шьют трех ниткой но 3 нитка мне не понравилось 4 все-таки более надежные так сейчас сразу обработаем ластовицу мы соберем трусики это низ у нас задней части соединяется так ластовица готова так сейчас заготовку трусика уже доделаем потом уже приступим к топу это у нас будет спинка это у нас будет перед так вот кладете и так как ластовица у нас будет так лицевой части сюда вот перед наш то мы ее сюда вот так отворачиваем и складываем вот эти все три детальки перед спинка и саму ластовицу то есть перед со спинкой лицом к лицу а ластовица идет к изнаночной части спинки но и воде сейчас а заверло же соединила все три детальки смотрите что получилось целая часть и вот она ластовица для удобства потому что мы сейчас пойдем бейку строчить вот эти части я сейчас тоже соединю и покажу вам на прямо строчки вот топ топе мы соединяем получается только один бог так как у нас запаковка по стандарту идет с левого бока это вот эта часть здесь должен быть шов соединительный вот здесь у нас тогда будет строчка но этот желательно вверх-вниз не перепутать детальки практически одинаково соединяем и сейчас здесь тоже провожу оверлочную строчку сейчас необходимо закрепить нам в оставите на трусиках отворачиваем сюда тут шел у нас прячется не натягиваем просто распределяем как она ложится если будем натягивать то у нас тогда сторону будут здесь не захватила ничего страшного для закрываться мы делаем для для своего удобства можно это и не делать для своего удобства я думаю нужно заготовка наша готова теперь можем приступать пристрачиваем трикотажную бечку теперь необходимо вымерять длину косой бейки которые нам понадобятся обычно вычитаю 10 сантиметров но здесь момент такой ластовица не должна стягиваться потому что там нечем оттягивать то есть мы вымеряем от бока до начала ластовицы 22 сантиметра 22 сантиметра минус 10 процентов это будет 2 и 2 дальше ластовицу мы также строчим и спинка вымеряем спинка у нас 25 сантиметров это два с половиной сантиметра тоже минус 23 с половиной здесь пока готова у нас теперь топ топ нам нужно вымереть начиная от бретели через бок до центра спинки центр спинки сразу себе отметим но если это вас не массовка если массовку там обычно сразу дают все размеры 30 от 30 минус 3 сантиметра 27 27 27 сантиметра и перед топа мире отсюда до сюда так 26 сантиметров это минус 2 и 6 23 4 ну теперь можно уже идти нет не можно еще идти вниз теперь тоже обязательно сразу в мире мы с одной операции сделаем тридцать четыре тридцать четыре здесь надо же будет до 68 68 минус 10 сантиметров 6 и 8 так будет это раз два 61 сантиметра взяла теперь можем идти сразу хочу отметить что я буду шить на распошивальной машине я ее уже заправила уже настроила это у меня просто стоит для направления самой бейки чтобы она у меня влево вправо никуда не ушла то есть по факту она не нужна это просто сделано для удобства к сожалению на черном плохо очень видно сейчас начнем строчить посмотрите как это работает сейчас постараюсь максимально подробно вам показать как я это делаю у кого нет такой машины то зигзагом обязательно значит сейчас будем наш эти трусики трусики перед отмеряем 20 сантиметров на белой беечке я обычно отмеряю исчезающим маркером все закрепили закрепили дальше лишние миточки в общем у нас получается отметочка до начала ластовицы наметку убираем придерживаю все дальше чуть натянули только беечку чтобы она распределилась по детали по нашей саму деталь мы не тянем закрепили не торопимся следующий раз будем шить что-то более светлое ничего ничего не видно так дошли до ластовицы ластовицу просто обернули так спинка 23 с половиной я обычно на глаз делаю смотрю насколько обязательно помогайте пальчиками косая бейка была согнута напополам это бывает перекантовывается и убегает ширина так и сразу вторую сторону сделаем спинка 23 с половиной резиночка спинка 24 с половиной резиночки так 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 и так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Друсики у нас тоже готовы Сразу теперь топ Сначала переднюю часть нужно нам обработать Отмеряем наши 23,4 сантиметра Отмеряем Отмеряем Дальше вверх у нас обработан Вверх готов, теперь нам нужен низ Чуть-чуть его освободим Низ тоже отмеряем 30,5 получается у нас Сначала закрепим Дальше вверх Есть Натянули то же самое Контролируем пальчиками Помогаем беечке Перегибаться Отмеряем Еще раз отмеряем Спинку сделать Спинку сделать И так Что у нас на данный момент готово? Получается заготовка трусиков Сейчас мы на верлоке запакуем один бок И заготовка вот такая вот топа У топа у нас уже один бок запакован Сейчас вот второй запакуем Давайте сначала трусики Вот этот бок нам нужно запаковать Между собой складываем ровненько Иголочки у нас в нижнем положении Поднимаем лапку Подсовываем туда два среза Наравне Сделали два-три стежка Подтянули вот эту косичку Сняли ниточки И сюда ее вывели Вот так вот Соединяли боку Прострочили Вот так вот должно получиться Все, трусиками мы теперь снова идем На бласкошовную машину И ток соединяем второй бок То же самое ровненько срезаем По срезу именно Между собой соединяем Тут и должно быть ровно получается Иглы в нижнем положении Подвинули прямо к иглам Уторлись в иглу Получается Взяли за этот хвостик Делаете два стежка Косичку дальше вот так на себя натягиваете Чтобы все ниточки в нее ушли Все И дальше строчим бачок Должно получиться вот так вот Ну а теперь Идем снова на Плоскошовную машину Сразу сделаем топ Здесь уже остаточек есть Настрочен Отмеряем 45 сантиметров На бретель И строчим эти 45 сантиметров Немного подтягивая Старайтесь все-таки смотреть Чтобы Беечка складывалась напополам Так Вот мои 45 Смотрите что делаю дальше Обрезаю лишнее Сейчас мы чуть-чуть проедем Закрепим Закрепим Чтобы не забуксовала Чуть-чуть Вот Теперь нам нужно это отмерить До центра спинки Отметочка наша Вот она Так просто удобнее всего И оно распределяется равномернее То же самое Натянули беечку Ручками помогаем Следим чтобы Беечка не перекантовывалась Шла равномерно До центра дошли То же самое Срезали здесь Лишнее убрали Умеряем То есть Вот я затянула Держу И натягиваю Швы по возможности Перекантовываете На зад Вообще В трикотаже Это не обязательно И дальше 45 см Так же Отмеряем Это Будет наша Вторая Бритель Топ Топ Готов С ним уже можно идти Ставить регуляторы Давайте Друзья Закончим Здесь У нас Осталось Наталью Строчить Закрепили Швы по Лишнее Срезали Перекантовывали на зад Натянули И Строчим обязательно поправляйте ручками бейку плохо перегибается спинку я перестрочила потому что у меня не получалось ну как не получалось почему-то соотношение не подошло и надо было замечку делать намного меньше ну и пересчитала перед тоже тут я уже кинула на прямо строчку осталось немного его доделать сейчас вот трусишки будем делать тоже запакуем получается бок покажу хочется конечно чтобы все было видно потому что не все могут например закрепку делать но как будет видно так будет видно для начала аккуратненько обрежем косую веечку не нужно то же самое снизу начнем закрепки такие же ничего нового иглы обязательно и наложили в нижнем положении между собой соединили под иглы обязательно за хвостик держим тянули кран сейчас еще раз его рву выключить соединены подложили за хвостик тянули края обязательно закрепку что может съехать подняли смотрите я развернула изделие и сейчас его нужно завести подальше за иглом дальше игла опускаем и делаем немного стежков вот такая вот закрепка получилась вот такой вот бог но эту часть мы сейчас еще на 0 1 перестрочим и вот этого вот видно уже не будет еще чуть-чуть немножко сей этот комплект будет уже готов скоро все мы движемся мы с вами к логическому же завершению давайте сразу сделаем топ а потом уже трусишки закончим что нужно сделать отмерить центр и от центра отложить по 8 сантиметров и больше не надо будут расходиться 8 сантиметров влево 8 право вот так наша задача петельки с регулятором сделать смотрите здесь у меня 4 сантиметра и отрезалась но обычно три с половиной четыре сантиметра больше не надо слишком большие петельки будут так одинаковое значит так колечко шов центром соответственно строчить мы будем с этой стороны кладем сюда можно закрепить уже никуда не убежал то же самое колечко шов к центру направлен свернули иголочка закрепили для того чтобы у нас было аккуратно будем встречать по лицевой стороне и делать закрепку здесь мы ручками поддерживаем саму петельку дальше то же самое такая же операция держим петельку и строчим закрепили вишнюю обрезаем смотрите изнутри вот это вот лишнюю толщину тоже убираем и также вторую строчку строчим по лицу убежала убежала можно начать не с самого начала петелька, а почти с середины, когда булочка будет продержаться. Готово. Вот такая петелька получается. И вторая. Тоже самое отогнули. Смотрите, что прям наложено было. Все колечки наши готовы. Ниточки сразу обрезаются. Так, давайте бок. Сразу бок. Смотрите. 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 Регуляторы. Меряем обязательно, потому что бывает по-разному. Все-таки погрешность есть. Здесь. Сейчас сделаю вторую, покажу более подробно. Металлические втягивать удобнее, так как они потоньше, чем уже те, которые с покрытием. Все. Все. Это я приготовила уже. Машинки. Смотрите. Лицо изнанка. Протягиваем. Регулятор. Протягиваем сюда. Сюда. Пошел. Сюда. Вот так получается. Дальше. В колечко с лицевой стороны. То есть вот так. Вот у нас регулятор. Смотрите. Бретелька. Лежит. Поворачивать сюда. И заходит с лицевой стороны в кольцо. Вот так она зашла. Дальше. Это изнаночная часть. Мы протягиваем ее. Вот сюда. И обратно. Теперь строчим одну, потом вторую. Теречку делаем поменьше. Примерно так. Лишнее потом срежем. Просто за креском. Вторую также регулируем. Такой же длиной. Примерно так. Натягиваем. То же самое. Обрезали. Желательно ничего не подпаливать. По возможности. что грубая для кожи. Очень царапает. Потом. Некоторые вот такие. Вот когда зажигалкой. Припаливаешь. Поэтому лучше обрезать. Как можно ниже. всегда проверяйте, чтобы регуляторы правильно вставили. Топ готов. Топ готов. Кусишки сейчас наделаем. Что по трусикам. Нам осталось сделать здесь закрепки. с одной стороны на ножке получается здесь. И с другой стороны и низ и вверх. Вот эти ниточки торчащие. Цветные. Их можно тоже срезать. Они никуда не денутся. Уже шов никуда не разрезется. Вот поэтому все лишнее срезайте. Ну и по талии. По возможности перекантовываем все на спинку. Но вообще бывает знаете как ложится. Бывает на перед хорошо ложится. А. Это спинку пока. На спинку пока. Продолжение следует... Вот и все. Осталось поутюжить и померить на манекен. Такой вот комплект получился. Трусики. По посадке они как танго идут. Обработка плоскошовная машина. У кого нет плоскошовной машины, зигзагом работаете. На черном, конечно, плохо видно. Надо что-то посветлее шить. Но, к сожалению, такой бейки у меня не было светлой. Пришлось обрабатывать черной. Выставиться. Ну и топ. Здесь тоже самое. Обработан бокс, окрепочка. А здесь, обратите внимание, у нас нет закрепок. То есть мы по кругу все строчили. Регуляторы металлические поставила. Потому что черный у меня только на 12 миллиметров. Так, ну, в общем, меряем. Ну и комплект на манекене уже готовый. Трусики топ. Ткань у нас кулирка. Обработка косая бейка обычная, трикотажная. Самая простая. Для начинающих идеально подойдет. Размер вот этот вот, который я шила, это 44-й. Манекен у меня 42-го размера. Спинку вам покажу. Вот такая красота. В общем, начинайте с трикотажа. Там уже пойдет и кружево, и сетка. Шейте с удовольствием. Всем удачи!